или украситься как говорится запомните меня такой да потом сравним ну потом будет русый цвет это мой родной цвет вот мне очень нравится русый цвет летом такая походила но как-то местами смотрю как в освещении иногда ничего красивый цвет а иногда прям такой какой-то бледный бледный какой-то не знаю серого поэтому перекрашиваюсь иногда ничего до цвет кажется но иногда прям совсем некрасивый смотря освещение какое как прям какая-то как моли надо такая бледная я не черная буду не знаю Я не знаю, ой, ой, шоу, ой, 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 ой. Ну да, уже в такие-то годы махать особенно нечем, конечно, тут, но отсвечивает везде. Русый. Русый и как будто бы натуральный. Даже есть резиночка, не буду сейчас завязывать волосы. Пойду пока красивый и с распущенным. А, кстати, очень нравится мне эта мастер, Лена. Она мне с первого, вот первый раз я у нее была тогда. В общем, у меня история такая. Я раньше, естественно, в салон, как все нормальные люди, красилась-красилась. Но мне попалась одна такая недобросовестная, что сзади в один прекрасный раз я посмотрела. То есть я красилась-красилась у мастера. Потом пришла, сюда я пришла, чтобы мне все в один тон. И мне как показали сзади, я говорю, посмотрите, как вы краситесь. Ну, как вас красят. Допустим, раз я к ней пришла, вот здесь, видна граница, как она меня покрасила. Потом вот тут, и вот все эти разы, как я приходила. В общем, у нее такое отношение какое-то было. Ну, так она меня странно красила. А седина, так она сверху и вот везде. Вот. И я перестала ходить к мастеру краситься. Думаю, зачем я хожу, отдаю деньги, да, когда она вот так вот безалабина. Краски какие попало подбирать, не для седины, а какой у нее есть. Никакой мы с ней договариваемся, которую они же заказывают, им привозят, да. Приходила к ней, естественно, только после того, как предварительно звонила, записывалась, договаривались. Она записывала, какая мне краска нужна. Но тем не менее, я приходила, у нее какая была, такая была. И вот так раз, два, пять, десять, и потом я вижу, что уж, ну, нехорошо. И я перестала к ней ходить. После того, как я пришла в салон, и мне показали, посмотрите, как вас красят. Разные цвета. Ну, прям не совсем разные, но видны вот эти вот все границы, седина. Вот, и я года четыре, да, мы как перестали мне, я думаю, нафига я буду тратить деньги, вот эти городские замашки по салонам, да. Я стала краситься дома. Ну, красилась-скрасилась до тех пор, пока не убила вообще свои волосы. Вот, потом, месяц назад, я показываю, я пришла сюда, к этому мастеру, Лена, бабочка. Я в бабочке, это я для кирейских жителей. И она так покрасила, ну, как, обыкновенно. Но мне так понравилось, никакой седины. Я сама дома крашусь, и у того прежнего мастера, я когда красилась, проходит несколько дней, она вся, ну, все, как будто краска смывается. Свои волосы окрашены, а седина она так обликует, она видно. Вот, никакой седины. Я больше месяца отходила, сейчас повторно пришла, как красилась, корни отросли. Но седины, где она меня закрашила, вот так и не появилась. То есть она мне, ну, мне все понравилось. Она так это аккуратно, так аккуратно все делает. Ну, так прям все замечательно, качественно. Мне очень понравилось, и вот я второй раз записала фильмы к ней. Мне бы очень хотелось ходить к ней. Дай бог, она не уйдет никуда, но она здесь уже много лет работает. Звала Милахову, говорю, пойдем поужинам, сушим. Не хочу. Не хочет. Но я мясо с собой взяла. Я мясо с собой взяла, я уже дома приготовила, потушила. С подливочкой, мяско. Но будем есть. Я думаю, мы с ней сходим, она не хочет. Вот так, вот такая у меня Милана. Смотри, Эврош, есть простая. Как простая? Кнопочки. И вот почти как твоя старая, а с воротничком с таким. Такие и верхние. Дальше вот такие, смотри, короче. Наконец, мои терзания с волосами закончены. В том смысле, что подобрала цвет. Подобрала мастера очень хорошие. Дай бог, она там еще много лет проработает. И теперь я полностью всю длину красить не буду. Теперь мне красить только корни. Раз в месяц там. Все. А тогда идешь вот как натуральная, правда. И она такая молодец. Она не просто берет этот тон, эту краску. Она знает, что нужно подмешать. Говорит, если я просто этот тон сделаю, ну, у меня будет с рыжиной, там, с какой-то ердой. Как меня раньше и красили. Я уже думаю, господи, да почему так? В какой цвет я не крашу волосы в любой. Все равно через некоторое время я рыжею. Какой бы краской. Шаг влево, шаг вправо. Темнее, светлее. У меня все равно в итоге я получаюсь какая-то рыжая. Думаю, да что ж такое? Волосы у меня такие умные. У меня такие волосы, что я всю жизнь у меня ничем не закрашиваю. А вот она умница. Она понимает, что если взять это, будет такой-такой оттенок. А туда надо намешать что-то. Вот она меня объясняла, естественно. Но я далека от всего этого. Все. Слава Богу. Подобрала себя. И мастер очень хороший. Очень-очень. И цвет очень красивый. Прям как будто бы я такая, и как в молодости была русая. И еще один момент с волосами. Я у меня спросила еще в тот раз, когда была. А вот у меня волосы, они, я не знаю, годом к сорока, наверное, они у меня стали кучеряются. То есть я особенно, когда помою, и потом у меня вот это вот. У меня мама как-то увидела с мокрыми волосами. Чего это ты за кучеряй глаз? Всю жизнь были прямые. Да. И от этого они у меня распущены. Это сейчас после процедур, после, да, салона. Они у меня прямые, красивые. Сейчас я голову помою, и у меня они опять станут такие пушистые. Такие, как метелка. Вот. Я хотела сделать ботокс. Есть кератин, а есть ботокс. Сколько я всего пересмотрела, что именно ботокс, а и, да, ботокс, он прям там чуть даже и, чуть ли даже и не полезен. Это когда кератин и ботокс, ну это разные процедуры и кератин, и ботокс, и ботокс, когда они блестящие, вот такие длинные и блестящие. Уральские пельмени смотрите, мы смотрели хоть иногда. Там у девчонок такие они прям блестящие-блестящие, длинные, прямые. Вот. Это процедуры эти, которые делаются, стоит, конечно, несколько тысяч на длинный. Ну, несколько, 5-7-8. Вот. Но держится несколько месяцев. И я всегда хотела. Ну, потому что иногда хочется пойти с распущенными, не мотать тут все эти хвосты. Поэтому и мотаю все хвосты, пучки вечно, что они у меня все пушатся, не пойдешь с распущенными, иначе вот эта вся вот такая. Она говорит, нет. Вот единственный мастер, сколько мастеров, которые делают это, она говорит, после, как этот эффект сойдет, люди отмечают, говорят, что не такие волосы становятся, портятся. А ботокс там вообще, я смотрю, я столько всего зависала, прям смотрела, читала, ботокс это прям вообще чуть ли не лечение для волос. Вот. Она говорит, нет, портится. Я ее послушала и передумала. Так-то я думала покраситься и сделать вот эту процедуру, чтобы красивый, ровный, блестящий. Вот. Ну, послушаем голос разума, да, красиво-красиво, модно-модно, когда они длинные и блестящие, но не будем. А мне так хотелось. Буду хотеть пушистых. Причем никакие масла, она мне в тот раз порекомендовала масла, я заказала себе два вида. Все равно, когда ты мажешь, они, конечно, поменьше, не такие пушистые, но мало масла не имеет эффекта. А когда много мажешь масла, и уже опять вот эти вот зверушечки появляются. Так что вот так вот. Ну, темновато, я побыстрее не могу. Ну, я удивлена. Нашла диплом старшего ребенка, который у нас тренер сейчас. Он учился в колледже Олимпийского резерва, ну, спортивный, чтобы быть тренером. Хорошо, 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 отлично, 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 хорошо, 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 отлично, отлично. Указывается, ребенок он как учился. Мать удивлена. Ну, нам, что-то еще постарался бы, да? И, ну, то есть, главное, он сам учился-то, сам сдавал нам. Нам особо-то платить всем нечем, да, понимаете? Нечем и желания нет. Лучше бы поучиться дешевле будет, да? Самим я имею в виду. Вот он сам издавал, да, вполне так себе. Ничего себе. Я не знала. Молодец. Иностранная математика, история, основа философии, господи, психология, общение. Это все хорошо. Русский, культура речи, информатика, ИКТ, не знаю, что такое ИКТ, профессиональные деятельности, экологические основы профессиональных деятельностей. Просто интересно, что еще. Анатомия. Физиология с основами биохимии, боже мой. Это спортивный колледж. Гигиенические основы физической культуры и спорта, основа врачебного контроля, педагогика, психология, теория, история физической культуры, правовое обеспечение профессиональных деятельностей, основа биомеханики, безопасность жизнедеятельности, организация проведения учебно-тренировочных занятий. Ну вот это понятно. Избранный вид спорта с методикой, организация физкультурная, понятно, базовые новые физкультурно-спортивные виды, лечебная и физическая культура, методическое обеспечение организации, теоретическая. Практика учебно-тренерская. Понятно. Опять время 10 час, мы только едем домой, я с вами прощаюсь. Всего вам доброго, до свидания. Кто в машине уже сидит, кто сейчас сзади меня спускался.